Один из самых ярких коллективов Наринмара «Морошки» отметил 30-летие. Юбилейный вечер в культурно-деловом центре Арктика собрал немало поклонников танцевального искусства. Какие танцы зрители радуют на протяжении многих лет, а какие увидели впервые, узнаем у моей коллеги Любови Пермяковой. Большой концертный зал культурно-делового центра Арктика превратился в одну большую поляну цветов. Пройдет немного времени, и все эти цветы окажутся в руках двух женщин, которым на протяжении многих лет покровительствует муза танца. Это они, руководитель Надежда Хира и балетмейстер Лариса Сальцина создали особый вкус морожек, яркий, образный, запоминающийся. Я думаю, что 30 лет, конечно, это своего рода черта, потому что, наверное, если это брать для человека, это совсем маленький возраст. А когда брать для коллектива, то когда коллектив еще создан в Советском Союзе, а сейчас уже 21 век, то когда вспоминаю, как все начиналось и как вот все сейчас, то да, 30 лет – это действительно какая-то черта подведена. Черта одна пройдена, 30 лет. Что вы испытывали вот сегодня, смотря на вас? Гордость. Гордость за детей. Горжусь с ними, честно говоря. И им есть чем гордиться. За плечами множество побед во всероссийских и международных конкурсах. Чего стоит только победа в апреле 2004 года на конкурсе «Зажги свою звезду в Москве». Тогда, в начале 2000-х, финансирование было скромным. Хороших костюмов не было. Наряды конкурса сшили, как говорится, из того, что было. Рассветка у ткани была ужасной, говорят руководители коллектива. Но софиты сыграли хорошую роль. При попадании на ткань цвет играл совсем другими красками. В итоге морожки стали не только лауреатами первой степени, но и получили специальный приз за лучшие костюмы. И таких историю коллектива за 30-летнюю жизнь накопилось немало. Например, коллектив долгое время был без названия. Когда появился у коллектива какой-то уже уровень и репертуар, нам предложили найти название для нашего коллектива. Поскольку в репертуаре тогда были такие танцы, как «Калина», «Камаринская», даже «Тачанка» с красивыми яркими красными костюмами, ребята решили, что наш коллектив нужно назвать морожками, потому что мы такие же яркие, такие же красивые, сочные девочки, как наши ягодки-морожки. Вот они сами себе придумали такое название. И многим это название пришлось по вкусу. Как говорится, вкус у каждого свой, но не в случае с этим коллективом. Его любят все, от мала до велика, и юбилейный вечер это еще раз подтвердил. Тем более, что некоторые танцы зрители увидели впервые. Если самые маленькие из группы «Попрыгунчики» на сцене выступили впервые и не скрывали чувство радости, то их коллеги, выпускники «Морошек» на этом концерте выступали последний раз в составе именитого коллектива и испытывали смешанные чувства. Последнее, чувство радости и, конечно же, печаль, потому что радость, потому что праздник, печаль, потому что все заканчивается. И, конечно, это чувство любви на протяжении многих лет не только к танцам, но и друг другу было взаимным. Мы очень вместе с ними находимся долгое время, и когда приходится прощаться, вот на сцене стоишь и думаешь, надо или меньше сказать, или не сказать ничего такого, чтобы потом не расплакаться только, потому что все-таки праздник, все-таки 30-летний юбилей коллектива, и чтобы только не заплакать. Чувства разные, как и танцы, которые сменялись один за другим в этот вечер. Испанские, румынские, восточные – это были не просто танцы, это была жизнь. Жизнь длиною в 30 лет. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Это были новости «Севера» от наших корреспондентов. Также ждем и ваших новостей. Перезвоните.